А мы с вами, дорогие друзья, переносимся в Государственный театр марионеток имени Демини, который проводит тематическую экскурсию премьера военного времени. Театр марионеток имени Евгения Сергеевича Демини был одним из тех учреждений культуры, который продолжал работу в тяжелые годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Ежегодно здесь рассказывают на экскурсии о том, как он пережил эти страшные годы. Сегодня экскурсию проводит народная артистка России Фаина Ивановна Костина. Вот какие знаковые, помимо юного фрица, который появляется позже, какие знаковые спектакли показывали артисты театра Демини? Это были не спектакли, а номера, номера, которые были моментально написаны и сделаны кукол специально для этих мер. Это «Волчий аппетит». Показывали на вокзалах, и там появлялся волк в таком немецком обличии. Там стоял стоп, пограничный стоп, он заглядывал за него и мечтал о том, чтобы поживиться этим всем добром нашим. И появлялся актер живой, уже не кукла, как пограничник. Хватал его за шиворот, ну там текст, естественно, был, за шиворот, и предлагал ему высвояси убраться, и вышвыривал его за шиву. Почему-то это имело большой успех. Понимаете, люди радовались, что так оно и будет. А это Петрушка, который везде. Петрушка, он везде. Он был, конечно, использованный во время войны. Актеры придумывали номера, очень смешные, очень такие злободневные, политические, басни. И вы знаете, эти номера шли с самого первого дня объявления войны. На агитпунктах, на вокзалах, откуда бойцы уезжали на фронт. И везде имели огромный успех. Одна из важнейших заслуг артистов театра – это то, что они смогли сохранить все куклы, хотя они были деревянными. И в холодную зиму в ход все, что угодно шло, и стулья, и столы, но вот куклы сохранили. Да, да. Ну, это, Евгений Сергеевич считал, что это ценность, и что это нужно сохранить для потомков. Потому что там действительно очень известные, хорошие художники делали эти спектакли. Они вырезались из дерева, вот головки, ручки, из липы, она мягкая дерево очень. А все остальное – вот это уже сосна, береза. 9 мая – праздник Победы. Где, в каком городе встретила труппа театра этот день? Этот день уже они встретили, вернулись в Ленинград, из Москвы. Они были там при фронтовых театрах, числились. И вот началось уже все восстановление. И первый спектакль был восстановлен «Сказка о мёртвой царе». 9 мая 1945 года Евгений Сергеевич Дымини на собрании труппу произнес свою речь. Он сказал, что все это время мы жили одной мечтой – встретиться. Встретиться обязательно и только в своем театре. Теперь на протяжении многих лет здесь бережно хранят память о тех, кто трудился как в театре, так и на фронтах в тяжелые годы войны и блокады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!